ну шо у вас обхоумицы всем куб всем хай всем здрасте до 56 серия бункера расставание модафака лидил камни и земля так ну чё они тут сразу то решили ребят я тут подумала и на начисляться я не могу потому что хрен знает когда я обращусь яхтами смурфиком ну ладно рука как жарка дна большая последняя ночь с гостей остаться на ночь крайнем случае мы тебя просто свяжем и видишь чем это закончилось роза ты на этот счет не переживай мы можем тебя покрепче связать тогда ты точно никого не укусишь эти риски ни к чему я придержи розу пожалуйста я с кем ты костяну сейчас только в бункер схожу и дроз не уходи пожалуйста чё костин зачем мне задерживать розу да у меня появилась просто отличная идея все никаких вопросов буквально пять минут этого ничего не изменится ребята чё он решил что такое он он придумал давай не 5 придумал ну если он пошел в бункер значит он хочет тебе что-то показать или отдать как прощательный подарок лучших не доска никаких вещей из бункера вам и не пригодятся куда больше чем мне будучи смурфиком ой ты ладно тебе роз если костин блин нахера и реально типа превращаться она уйдет она превратится в эту тварь ну нахера лучше тогда застрелиться от нашего бункера явно не будет ладно потому что это здесь но недолго стену зачем тебе либо пойти цирк вместе с розой и что костин мы никуда тебя нахер и бобу если ты пойдешь со мной то когда я стану смурфиком мне будет плевать на то знакомому были или нет я просто сожру тебя и все или того хуже покусаю ты тоже станешь смурфиком не ну костян это уже совсем какой-то беспредел ты может начнешь думать своей башкой не будешь на здесь кидать в этом бункере ой ребята вы меня неправильно поняли я не имею ввиду что я полностью ухожу из бункера и хочу покончить таким образом со своей жизнью нет я просто хочу немного проводить розу буквально часик два с ней пройдусь вряд ли за временно обратиться да и нужно нам да поговорить кое-что еще обсудить вы же не против но в таком случае идти но но только недолго и возвращайся до полной темноты да это понятно я так не думаю савелий обратился не сразу же и постепенно синел и синел пока полностью не посинел тебя пока что только с легкой не ну хрен его знаете будет работать типа потому что не изучены вообще херня сейчас откуда она вообще появилась хера узнаете просто раньше не был костяк смурф да виталь да не переживай надеюсь костяк не задумал ничего сверх безумного и с ним все будет в порядке виталий я тоже начинаю переживать не нравится мне вся эта затея с провожением розы но по сравнению с тем говном в котором костяк был в прошлом думаю это не такая уж и сложная задача кстати саш пока не ушли я предлагаю попить немного кофе у виталия в кофе очек да это меняется хорошо пойдем любовь а я виталия бы только блин роза я так давно хотел тебе кое-что забить под предлогом побить кофе ну как бы шо-шо-шо нибудь будет знать что ты самый любимый дорогой мне человек и хоть мы знакомы не до еще заплачу я реально просто но сентиментальный человек и любая херня пускай даже ну какая-то там ну прям ну херня она может меня растрогать и пускай это даже странный майнкрафт пускай это даже странный майнкрафт но не знаю это блин выглядит прям нового супер прям слезлива я успел влюбиться в тебя по уши и меня безумно жаль что все должно закончиться именно так все я буду сидеть так почему ты раньше мне это не говорил я думал что у нас впереди вся жизнь хотел дождаться конца этого кошмара виде зубе апокалипсиса я хотел после сказать чтобы вы не видели детей было бы нормальное будущее они постоянные угроза для жизни тоже с удовольствием прожила бы с тобой всю жизнь как же я хочу обратить время блин прикиньте реально какой облом они может там строили какие-то уже в грандиозный план реально на жизнь там да и тут такая херня но это невозможно поэтому сейчас я стану отвратительным с ним зон и буду лишать людей жизни я бы все отдал чтобы поменяться с тобой местами и взять на себя эту заразу роза может быть я могу что-то для тебя сделать ты можешь исполнить одно мое предсмертное желание и какое твое желание я все что угодно сделаю что же тебе нужно роз и мне нужен ты что да видела его вообще да его бы хрен кто остановил в тот момент и что и нужно было его отпускать с розой который скоро станет синим смурфом зомбу а я не думаю что костян таким образом решил покончить с жизнью но все равно нужно было его остановить не нужно было ему уйти в лес сейчас еще и ночь дал бы ему хотя бы фонарь с собой да фонарь это было бы неплохая идея но думаю он и сам справится будем надеяться на этом саш может к его приходу приготовим что-нибудь вкусненькое может быть это поднимет ему настроение ой виталь вот именно поэтому я тебя и полюбила потому что ты у меня такой умный и классный парень я надеюсь хотя бы сашник виталий будет все хорошо порцию сегодня ну вообще туда только двойную порцию но ними вот черт роза что с твоей рукой сооружение распространяется по всему организму не думаю через пять-шесть часов я уже буду не самой вот говнище ладно раз я вообще еще хотел тебе кое-что дать я давно хотел а прикиньте реально чисто поебаться с бабой а потом и застрелить на этот пиздец никак не решался да и наши вечные ссоры тоже меня отталкивали тоже осуждаю если что-то и высказывание youtube это это все в gta 5 рп вот я сделал это своими руками в майнкрафте это все а ну теперь если он ее где-нибудь среди да она будет уже с морфом вот то он хотя бы поймет по медальону себе себе костик нам уже нужно разойтись пора полностью семья я надеюсь он ее не будет сейчас застреливать я тебе еще идти до бункера и к тому же вдруг мои расчеты ошибочные и я обращусь раньше мне бы не очень хотелось тебе навредить дорос я понимаю но может быть еще хотя бы полчасика получать провожу а потом мой костянулся рост нет это слишком уже все типа камора конечно хочу привести с тобой еще как можно больше времени но при этом не хочу оказаться причиной твоей смерти дорос я понимаю но но мне так сложно тебя отпускать да у нас нет другого выбора не все кости прощай время привидения с тобой было лучшим моей жизни роза роза ладно возвращаться еще музыка такая чё-то костян задерживается этот костян никогда не меняется он не может сделать сетчетка правильно если он пошел провожать розу и мы обязательно нужно блин а кстати прикольно очках сидеть типа хотя бы глаза не так стать устают потому что у меня проблема очень большая типа я сижу дохер за компом и у меня глаза начинает кажется лизиться типа или там что-то покалывать как-то кайкеры а в очках ну типа вращение все и я не я буду теле ролики в очках пили по центру надеюсь она не жрет его прямо сейчас пока мы с тобой об этом разговариваем тоже надеюсь но ночью мы его точно искать не пойдем потому что темно ни хрена не видно эти синие зомбу очень быстрый они нас убьют за пару секунд если пойдем искать костяна то только днем а давай прям на рассвете да хорошо отмечная идея вот черт нихрена ж не видно надо было совокупить это фонарь за это чисто там лесу причем пульская ты заблудился вот черт что это был за крик возможно я уже опоздал ладно нужно попробовать ее вырубить а прикиньте если роза уже превратился наш прибежит на выстрел фарка в голову по 6 капец что это с ними разорвал до этим ребятам я уже никак не смогу помочь но и на всякий случай нужно добить эту гадину чтобы она точно не поднялась ты патрон там зря не тратила точно не станет а теперь нужно смотреть что у них лагеря может или что-нибудь полезно здесь почеты чего вообще типа какие-то выживальщики просто так тут лампа и рюкзака в рюкзаке у нас с вами боеприпасы 2 пистолета сухпайки а что это за чемодан такое надо посмотреть что-то внутри ну нихрена себе что здесь такое что там легендарный браулеровый полосудка спасибо ребятам за подгон жаль конечно не смог вам помочь но эти вещи больше вам уже не понадобятся поэтому пусть лучше послужит в моем бункере рано или поздно тебе нужен ой как же я люблю рекламу 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 я люблю блин мне нравится вот как сидеть все теперь вы можете меня называть очкозавром я не знаю или как-нибудь еще еще одна реклама сука куда куда столько так ты там это все красавчик пришел а мы тут тебе похавать приготовили а это что у тебя за херня с собой ща увидите я эту штуку знаете где нашел короче еду только по лесу темно никогда не видно слышу крики ту на свет прихожу а там двух военных жрут с эти зомбус мужики но я короче военный был взял рюкзак с сухпайками для пистолетами и патронами но также прихватил этот чемодан но ща покажу вам что внутри видать подойди сюда подойди сюда подойди ща увидишься давай ты откроешь ты открывай мы я да ты ты давай открывай ты охренеешь ты просто охренеешь может вы сначала поедите а потом уже будете тут чемоданы свои открывать ой саша ты ничего не понимаешь сейчас открывать давай открывай ну нихрена себе костян ты где-то нашел я тебе говорю просто в лесу лежала в палатке у каких-то военных которых смурт сожрал то есть ты хочешь сказать рпг лежал че нахер рпг я все что угодно ожидал только не рпг охереть ну да видимо они с ним клады направлялись и судя по всему не дошли я же не у живых его украл а у мертвых забрал она им больше уже не нужно она может пригодиться зато теперь прикинь виталий а если бедут эти уроды с дамбы пригрозят нам мы достаем рпг как шмаляем по ним и больше никогда там не приходят ну или они сгорят либо реально поймут что с нами связываться точно не стоит звучит как реально крутая тема слышь ребята в этот только бункер наш не подорвите хорошо и давайте уже приступим к идеях хватит на эту пасуку любоваться хорошо саш ой ребят спасибо что приготовили такую вкусную еду к моему возвращению ой я не знаю что делать теперь нам с вами бункере я если честно запутался уже мы вроде пытаемся помогать людям а может и не а костян же еще не знает вроде бы про кофе окном вообще делать я не знаю костян я понимаю что у тебя сейчас стресс но тебе сейчас нужно просто отдохнуть или отвлечься как-то а иначе эти мысли сожрут и тебя и твою душу прямо изнутри да возможно ты прав но отдыхать я не собираюсь отдыхать мы будем когда зомби апокалипсис закончится если он когда нибудь вообще закончится так что сейчас я хочу просто поесть поспать а завтра полутру пойдем разберемся что у нас тут вокруг нашего с вами бункера к стену что ты имеешь ввиду либо момент нам могут заявиться уроды за абиокады или дамбы или хрен пойми кто еще с мурфы нам нужно делать лучшую защиту нужно проверить наши ямы в которые опадали военные также нужно проверить растяжки все обновить сделать лучше больше ловушек больше улучшений нужно сделать так чтобы этот бункер это была целая неприступная крепость понимаешь о чем я виталь растяжки грузил типа и вообще им бабу ступную крепость но гранат и есть полностью согласен к нибудь там берет проверить его найти а после этого ложимся спать а после на рассвете отправляемся за работу о костян свежий воздух утро хорошее настроение чтоб поработать да а чудо что до сих пор не увидите мысль у тебя у меня пока такое себе но мы с тобой должны много поработать сегодня пойдем пока посмотрим что там с нашими ямами фу как это дерьмо воняет чуть-чуть да похоже те зомбари с зунами попадали в наши ямы и что найти прием с виталь тут очень просто они сейчас для нас бесполезны и только воняет я думаю что стоит засыпать их землей и утрамбовать да они будут разлагаться скорее всего травят почву вот в этих местах но мы же не собираемся сделать прям огромную ферму сделаем ее вон с той стороны где у нас уже есть вера правильно хочу другого выбора у нас нет не но можно конечно выкачать оттуда всю воду а потом вытащить каждое тело за телом и увести их подальше и сжечь время все таки идет времени и сил а виталь ладно погнали в бункер за лопатами и чуть еще и решим уже чего вам делать хорошо да костяну погнали слушай костян прежде чем мы пойдем копать может и залезешь на башню осмотришься скажешь как тебе ой ладно виталь ну только ради тебя давай проверим шоу тебя из-за башни неплохо атакует видать быстрее дачи оружие туда идет чё у по у по не ночи да может и есть кто что вам нужно а чё за мужик совсем недавно вы нас вроде там сожрать хотели а теперь с миром что-то я бы доверяю вообще-то не сожрать и пристрелить да какая разница и так и так мы у подохли вообще-то в той ситуации вы были виноваты у нас хотели украсть лекарство забыл ладно не спорю наш косяк был за это я извиняюсь мы вообще-то пришли не просто так наш лидер николай палыч хочет вам кое-что передать не на 1 пришли сюда еще такие хаешку закидывайте мы стрелять просто так не будем он не хочет ой или или какую-нибудь отравленную херню типа как они вот обычно любят приносить блин но типа окей тёлка это пришла типа окей к ней вопросов нету но с ней какой-то мужик и это какой-то ну попадался больше вражды между нашими фракциями а наоборот желает поддерживать торговые отношения мы восстановили заст лекарств но с продуктами у нас до сих пор проблемы понимаю понимаю так ну и что предлагаете собственно говоря мы принесли рации которые помогут нам поддерживать связь между друг другом за их помощью мы сможем договариваться по-любому какая-нибудь взрывчатка лежит и ничего не такое обогнинили гост на продукты питания да ладно звучит неплохо а также мы принесли ваше оружие из того заброшенного дома ага да ну не может блять что-то все так хорошо быть алло это какой-то пиздеж ништяк это от николая палыча в качестве применения ладно давайте сюда свой подарок и рации тоже и по любому подговорились и почему такое типа под угрозу под какой-нибудь меня здесь чё это за херня что происходит николай палыч правда хочет мира но я здесь за другим чего чего ты хочешь быстро вы мне должны и время платить по счетам через три дня к вам приятно и сестра и вы должны будете взять ее в бункер на два месяца какие на хрен два месяца мы же не прокормят и дело не в этом почему она просто не может остаться на забега не забывая что вы обязаны мне жизни она за убил к де скоро начнутся очень сложные времена поэтому я хочу сначала увести оттуда сестру а потом сама свалить не переживай два месяца это я взяла запасом возможно через неделю я за ней приду а ну все таки блин все кто продумас короче хорошо ладно давай сюда рюкзак своей рации проваливайте уже отсюда хорошо держи сладкий но все пойдем что так долго да так обменялась ними любезностями костян о чем вы там вообще шептались так витали до этого давай закроем эту дверь и после пойдем в бункер нужно кое-что обсудить с тобой и с сашей так вот ребята девчонка которая нас спасла она у меня савелия и роза за биокада хочет чтобы мы на неделю тире два месяца но неизвестно типа одной недели до двух месяцев приютили я младшую сестру к нам в бункер что кого мы ее да ни за что виталья все понимаю да вы может быть против но если бы здесь были роза и савелия не вам подтвердили что если бы не она то мы бы реально уже были мертвы и я взастрелили в голову савелия вы повесили а роза бы изнасиловали до смерти какой ужас да именно поэтому нам ничего не остается кроме как согласиться на ее условия но можем конечно и отказать не ну они же пообещали ну ну с другой камон она их вывела типа стороны кем мы с вами будем ребята если просто к нам придет вот маленькая беззащитная девочка а мы скажем мы не выполняем свои обещания поэтому проваливай отсюда мелкая дрянь так вы себе это представляете так а ну кому ну чё она там блин много жрет что ли я не знаю или чё типа костян а ты вообще уверен безопасно ли это никаких нет но мы можем принять решение прямо сейчас нам не только это решение нужно принять костян а какой еще виталий у тебя есть еще какие-то варианты нам нужно решить закопать ямы с трупами или же откачать воду достать все трупы и сжечь их таким образом может мы и потратим больше времени за ту почву не пострадает лучше да лучше все-таки так сделать сможем использовать эти ямы повторно как ловушки куда останется закинуть пару колышков до витает звучит достаточно раз лучше все-таки реально так и просто варианты обсудить взвесить и решить что же нам по итогу делать о май гад короче собственно да я уже сказал по этому поводу типа чё и как в общем друзья подписывайтесь ставьте лайки всем пока ребята